Привет, друзья! Вы смотрите канал Около Музона, и сегодня мы посмотрим видео с канала Нескучный Саунд Александра Зелкова. Видос называется «Самокритика музыканта. Узелок 5». Я думаю, видео будет интересное, так что давайте смотреть. Всех с приветом! Это Нескучный Саунд, канал про музыкантскую кухню, про музыкантскую жизнь. А где жизнь, там человеческий фактор. И самый стрёмный человеческий фактор, неизбежный, это наше взаимодействие с самими собой. Как бы нам ни хотелось, занятие музыкой, оно, поскольку занятие искусством и в конце концов обращение к какому-то эмоциональному миру и получению удовольствия, какой-то радости от этого, музыка – это не очень объективно. Соответственно, занятие музыкой – это не только какие аккорды нажимать, какие сэмплы вставлять, чего там наруливать, это умение играть на самих себе. Я бы тут даже добавил, что тут не только музыки касается, это вообще любая деятельность в этом мире, она не объективна, вообще всё не объективно. То есть, по сути, почти всё не объективно. И, собственно, да, поэтому постоянные противоречия возникают, постоянные споры и ещё что-то. У меня уже есть что сказать по поводу самокритики музыканта, но я хочу послушать, что скажет Александр, чтобы как бы поспорить с ним, так сказать. Наибородатейшая шутка, что типа я на инструментах ни на каких не играю, играю только на нервах – это ха-ха-ха, хо-хи-хи. Не такая уж эта шутка, потому что, чтобы было в конце концов хорошо, нужно учиться играть вот на этой штуке, особенно если она даёт сбои. То есть, ну, музыка – это всё-таки не хирургия, не психотерапия, не душепопечительство, это не та деятельность, где, возможно, уместна парадигма, что я страдаю, чтобы другим было хорошо. Музыка, конечно, может приносить радость посторонним людям, но в целом, если ты занимаешься музыкой и тебе плохо, то что-то ты делаешь не так. И, скорее всего, дело не в том, что ты нажимаешь какие-то не те ноты. Так вот, сегодня мой день начался, ну, начался мой день со звонка специалиста Сбербанк Онлайн, который… Я не знаю, что он хотел сказать этой мыслью, то есть, когда я учился, только начинал играть музыку, то мне просто не нравилось, как я играю. И, допустим, если мы где-то даже репетировали, и приходит музыкант, и я понимаю, что он играет гораздо лучше меня, вот, даже дело не в том, что он гораздо лучше играет, а просто он играет, типа, норм, а я играю очень плохо, и я сам понимаю. И когда он заходит, я действительно комплексовал от этого, и, как бы, ну, типа, было неприятно, да, то есть, мне не нравилось, мне было плохо. Вот, то есть, грубо говоря, я должен был бы кайфовать, несмотря ни на что, а мне было плохо. И я с этим боролся тем самым, что я учился играть, то есть, я пытался учиться играть, и все. И потом в какой-то момент наступило такое, как бы, событие, то, что я понял, что теперь меня более-менее плюс-минус устраивает моя игра. Есть недочеты, есть к чему стремиться, но уже мне нравится. И вот сейчас, например, я понимаю то же самое, то есть, я понимаю, я играю хуже многих, но у меня нету, то есть, я, мы, допустим, приезжаем на какую-то площадку, и даже если я знаю, что, ну, если я буду знать, что сидит супер какой-то виртуозный гитарист, то, ну, с кавер-группой, допустим, будем выступать, то я все равно не буду комплексовать, потому что я знаю, да, я, может быть, не сыграю какой-то супер-сол, может быть, что, но то, что я играю в группе, я сыграю это плюс-минус нормально. Да, там будут какие-то, конечно, тоже косяки, неважно, но в целом это будет нормально, вот. И, по сути, я добился этой гармонии, то есть, я не перестал комплексовать своей игрой, и, в общем-то, теперь мне нравится играть, я кайфую от того, как я играю, хотя многие скажут, ой, да ты там, и что ты там играешь, типа. Это вот чисто, да, психологическая, наверное, штука, но должна быть тоже, не надо уходить от реальности, когда ты вообще не можешь ничего сыграть, ты все криво-косо, и ты такой, нет, я классный, это тоже тупо, то есть, должен всегда быть какой-то баланс, какая-то серединка, но вот именно вот это мне помогло развиваться, а многим, кстати, и не помогает, то есть, они такие, да у нее все норм, там, типа, не воспринимают критику, и они так сидят на одном месте и не развиваются дальше просто. Которая мне настойчивейшим образом, вот этим голосом куклы предлагала какие-то премиальные услуги, я отказывалась по-хорошему понимать, пришлось, короче, по-плохому и трубку бросать, в общем, я такой, сразу плохой будильник получился, и тут я... У Александра Зелкова по-плохому это бросить трубку, у меня, например, бросить трубку просто ничего не сказав, то есть, там, типа, ты слышишь, что тебе реклама звонит или какие-то из банка, и ты просто кладешь трубку, это по-хорошему, по-плохому это, когда ты начинаешь их троллить дико, вот это вот по-плохому. Полез в комментарии, и первый комментарий, который увидел под видео про импровизацию, он в общем и целом такой, что вот я, когда импровизирую, получается все время одно и то же, и там печально, что все так однообразно, а вот вы, Александр, ощущаете ли в своей игре на инструменте, что у вас там все однообразно и скучно, и я, Александр, абсолютно точно это ощущаю, ощущал это 15 лет назад, ощущаю это сейчас, меня очень удручает, что игра моя однообразна, неинтересна, в плохом смысле вообще неудивительна. Вот просто жиза, абсолютно то же самое ощущаю, просто каждый раз думаю, играю одни и те же эти вертушечки, одни и те же переходики, ну в импровизации, да, одни и те же пентатоники и вообще ничего нового. И каждый раз я пытаюсь как-то что-то познать, какую-то нотку другую добавить, но все равно этого крайне мало, то есть, ну, понятно, что надо заниматься гораздо больше. Да, это вот у меня тоже это есть, просто вопрос, на каком уровне это узелково, и на каком у меня, как бы, это вот разные вещи. При том, что между мной 15 лет назад и мной сейчас очень большая разница профессиональная, природа этих ощущений никак не изменилась, и сейчас практически всегда, с редчайшим исключением, когда я выкладываю какое-то новое видео, я переступаю через вот это ощущение, вот Зина не даст соврать, у меня реально муки бывают, что я просто не хочу его заливать, потому что это полная хрень, что это что-то не то, что должно было быть, надо было сделать лучшее, но я не знаю, как или мне. На самом деле, у меня вот такая тема, когда я в ТикТок заливаю видосы, я поначалу просто вот такой, типа, не, ну это точно не зайдет, ну это точно хреновое видео, это точно это. А потом в какой-то момент я просто тебе сказал, хватит париться, просто заливай, что ты теряешь, что ты теряешь. У тебя и в ТикТоке нету, ну, как бы, ты не зарабатываешь там. То есть, если взять Ютуб хотя бы мой и мои стримы, хотя бы, они приходят, кстати, заходите на мои стримы, они хотя бы приносят доход. То есть, это уже понятно, что можно переживать, что вот как-то более относиться серьезно, да, к этому. А ТикТок что? Он мне ничего почти не дал. Ну, какие-то были заработки, но это все так случайно было. То есть, он, и что париться? И я, короче, был видос, когда я только начал второй аккаунт, у меня первый забанили, второй аккаунт начал развивать, у меня был первый видос, я такой думаю, а сниму я его просто вообще на пофиг, просто в машине, в темной этой, просто что-то скажу и просто чуть ли не с первого дубля и отправлю это видео, сразу же залью, да, как бы. Вот. И я залил, и оно просто выстрелило. И что-то набрало 25 тысяч просмотров, что ли. И я такой думаю, блин, ну вот как так? То есть, я реально думал, что оно не зайдет, но оно зашло. То есть, ребята, то есть, с этим надо бороться, конечно, да. То есть, и я, и сейчас я как-то стараюсь, вот каждое, вот в моих ТикТоке я выкладываю постоянно гитарные, чисто гитарные видео, рифачки, сыгранные на гитаре, вот. И каждый раз я думаю, а может быть здесь недостаточно ровно я сыграл, а может быть недостаточно... То есть, когда я записываю сам рифак, я его пытаюсь, конечно, записать получше, но не переборщить. То есть, есть какие-то рамки, то есть, вот если я чувствую, что, ну вот, сильно лучше я не сыграю, и как бы даже если сыграю, потрачу на это час времени, на 15-секундный риф. Зачем? Зачем? Просто люди все равно этого не поймут, не оценят, скорее всего. Поэтому запишу примерно так. То есть, уровень, как бы, ну то есть, 20% усилий приносит 80% как бы результата, и 80% усилий приносит 20% результата. Все понятно, да? Поэтому нет смысла просто. Я с этим как смирился, и просто это продуктивнее выходит. Просто. И еще такая есть вещь, что ты когда записываешь, ты вслушиваешься очень сильно, а потом ты, проходит пару дней, ты слушаешь то, что ты записал, такой, а вроде нормально. То есть, ты уже не так критически относишься. А люди, которые просто слушают, которые еще и не занимаются, может быть, даже гитарой вообще, они вообще такие, о, прикольно. То есть, для них это вообще как бы нормально. Так что, да, не надо заморачиваться, типа. Там не хватает воли. Ну, сейчас там на канале несколько сотен тысяч подписчиков, и среди них, ну, несколько тысяч человек есть, которые прям очень ценят этот контент. Очень его ждут, очень высоко оценивают мою деятельность, до такой степени, да, что помогают мне систематически деньгами. Ну, то есть, объективно, это не такой уж плохой контент, но я ощущаю вот эти вот ощущения, простите за тавтологию, очень живо и понимаю, что природа этого ощущения, она не очень объективная. И я не очень там психолог, не профессионал, но много лет взаимодействую с этой проблемой и каким-то выводом пришел, и ими хочу с вами поделиться. В первую очередь, конечно, не у всех такая проблема есть. Есть люди, которые постоянно верят в успех, в то, что их музыкальная деятельность действительно кому-то нужна, что там, ну, в общем, в собственную гениальность. Я настолько не могу это понять, что мне сложно даже сказать, радоваться за этих людей, но я думаю, что не только порадоваться за них можно, но и погрустить тоже, потому что, в общем-то, критика-то штука полезная, мы знаем. Ну вот, я, наверное, из таких людей все-таки, да, больше, что я все-таки верю в успех, верю там, что что-то получится, но и тем не менее я самокритичен, как бы стараюсь быть самокритичным и понимать, что насколько я делаю хорошо и насколько это полезно. Но я всегда вижу вокруг, что есть такой контент ужасный, и он популярный, его смотрят. Есть такие просто, такая музыка странная и плохая, и примитивная и так далее, и ее слушают, у них есть поклонники, что все это наводит на мысль, что вполне возможно, что твой отстой тоже будут слушать. То есть вот просто, как бы, и все. И ты, как бы, думаешь, что лучше сделать, чем не сделать. То, что ты делаешь, ты ничего практически не теряешь. Ну, ты время теряешь, понятно, но если тебе это по кайфу, по крайней мере, это хоть какое-то удовольствие, ты удовольствие получаешь все равно. Поэтому, какая разница, ну, ты мог в это время сидеть, просто в игрушечку играть, а мог записать видео или придумать песню, да, и все равно тебе это что-то даст. Вот. Даже вот моя группа «Плохие дядьки», сколько мы времени потратили, мы ничего с нее не заработали. Да, с... Ну, короче, ушли в минус, на самом деле, сколько мы вложили денег и сил, мы ничего не отбили все равно. Там есть какие-то с iTunes'а и с Яндекс.Музыки какие-то продажи, вот. Но это все мелочи, да. Но теперь зато мне это что дало? Что у меня есть два альбома на iTunes'е, да, два альбома в интернете, и мне это помогает для моего видеоблога. То есть, когда кто-то начинает, какой-то хейтер, что-то рассуждать, а вот что вы, диванные гитаристы. Да, большинство диванных гитаристов, у них вообще ничего нет, большинство ютуберов ничего нету. У меня же есть музыка, которая плюс-минус там тысяча подписчиков на Яндекс.Музыке. То есть, уже есть какая-то значимая вещь. То есть, это дало мне все равно, хоть это не принесло денег, не принесло особой популярности, но это дало какие-то все равно позитивные вещи для меня. Ну, плюс опыт записи, там, опыт вообще много чего. То есть, так что лучше сделать, чем не сделать. Да, лучше сделать плохо, чем не сделать вообще. Вот я так считаю. Соответственно, самокритика, как разновидность критики, в общем-то, полезная штука, она дает нам осознавать, что мы еще не достигли совершенства, что есть куда стремиться и тому подобное. Но вопрос в том, как говорят, конструктивна критика или нет. На самом деле, отступая иногда, действительно бывает полезно услышать неконструктивную грубую критику, чтобы пробить какие-то, пробудить, в общем. Иногда нужно ударить по нашей голове, чтобы она вдруг поняла, что что-то я делаю не так. Но это редкие какие-то случаи. По большому счету, критика, конструктивна или нет, она должна давать какую-то надежду. Какая-то... Ну вот в искусстве вообще конструктивная критика – это достаточно бредовая вещь. Достаточно бредовая. То есть, вот, например, если послушать Моисея Великанова, как он критикует пошлую Молли, что, ой, все биты плохо сделаны, бочка с самым плохим звуком там звучит, синтезаторы детские, голос, типа, как будто он там плачет, мямлет и так далее, коверкает ударение. И просто ты слушаешь всю его эту, типа, конструктивную критику, и такой думаешь, а мне просто нравится, это классно. Это хорошая мелодия, вокал. Ты начинаешь себе объяснять, почему тебе это нравится, как бы тоже конструктивно, но это не конструктивно, это просто нравится или не нравится. Вот у меня есть товарищ, который просто не любит B2, вот вообще просто ненавидит эту группу. Он говорит, она просто отстой, это просто плохая музыка. А я, наоборот, например, думаю, что это хорошая музыка. То есть, она сделана там суперкрутейшей аранжировки, суперкрутое звучание, особенно в последних альбомах, просто невероятное звучание. Ну, для русской именно музыки. Поэтому я, как бы, понимаете, что такое конструктивная критика, да? То есть, это хорошо, когда есть конструктивная критика, там все, но это не истина в последней инстанции, просто вот и все. Эта перспектива должна быть в критике, если это не просто самовысер каких-то негативных эмоций. И вот мы, как самокритики, должны давать себе конструктивную критику. И конструктивная – это не то, чтобы она какая-то должна быть нежная, там, по головке погладил, ты же ему хаюсь, еще у тебя поют, не пей, зевай. Просто вопрос в том, насколько ты обозначаешь надежду в своей критике, пути какие-то. То есть, если ты поиграл, посидел, посолировал, услышал это все, сел в угол и думаешь, ну, что-то это все было однообразно и неинтересно, я плохо играю в соло, то вот тройка или двойка тебе за соло и кол с минусом тебе за анализ. Ты вообще не включил мозг. Ты просто, как вот хреновые критики в интернете, выплеснул на исполнителя свою негативную эмоцию. Тебе от этого лучше, поверь, не стало и исполнителю стало хуже. То есть, ты просто членовредительством, самочленовредительством занимаешься. Это неправильно. Если ты занимаешься музыкой там, ну, не первый день, то у тебя уже есть какой-то внутренний язык. Ну, помоги себе, дай себе нормальную критику. Что было не так? Не могла вот первая фраза, которую ты сыграл, она не могла быть однообразной. Первая фраза, она первая фраза. Вторая фраза, она была такая же? Или, может быть, третья была такая же? Но запиши себя на диктофон. Послушай, что ты сыграл? Окей. Первая и вторая фраза как-то вот одинаковые они какие-то, полный отстой. Но чем они одинаковые? Ну, посмотри, ритмический рисунок одинаковый. Ну, тут я как бы много не знаю, тут это он объяснит какой-то примитив. Имеется в виду однообразие, в принципе, что ты играешь изо дня в день одни и те же фразы. То есть, грубо говоря, какую бы... То есть, твоя импровизация зависит от количества паттернов, которые ты знаешь. То есть, количество вертушек, от твоего уровня техники, ну, вообще от количества, конечно, техника даже тут не так причем, как количество просто знания ладов различных, гармоний, не гармоний, а гамм различных, различных там аппликатур, различных вертушек, различных вот этих вот как бы штук гитарных, да? Потому что, ну, вот ты играешь ты какую-нибудь штуку там, тер-э-те-те-тен, и вот ты ее всегда играешь. То есть, вот ты ее знаешь, и вот у тебя таких штук, если у тебя их мало, если у тебя их пять штук всего, то ты каждую импровизацию эти пять штук играешь. И понимаешь, что это тупо и однообразно. Я не совсем понимаю, о чем Зелков тут говорит. Он просто либо он для людей, которые вообще, ну, как бы, слабо в музыке понимают, либо он что-то более глубокое имеет в виду, но по сути просто вот как я, например, импровизирую. То есть, бывает, допустим, вот дает тебе, ты сразу определяешь гармонию, то есть, играет что-то, да? Играет какая-то гармония. Ты сразу ее определяешь и просто начинаешь импровизировать либо в минорной пентатонике, либо в мажорной пентатонике, либо вот эти вот есть пять боксов пентатоники, ты их все выучил. И то я их не все выучил, то есть, я их все знаю как бы, но вот так вот машинально, чтобы сымпровизировать, я знаю где-то там три, может быть, два с половиной, три с половиной, где-то так. То есть первый, второй, то есть это минор, мажор, и дальше вот эти вот уже там, типа, а-ля Дорийский, вот, как бы Дорийская форма. То есть и ты в ней, все это происходит у тебя, то есть одно и то же. То есть ты подбираешь тональзи, в этот тональзи играешь свои пять вертушек, все. В этом заключается как бы однообразность. Про что он говорит, типа, что первая фраза не может быть однообразной? Как раз и может быть. То, что ты всегда начинаешь с одной и той же, с одного и того, с одной и той же подтяжки, с одного и того же, как бы, с одной и той же штуки ты начинаешь. Все, вот в чем однообразие. Если одинаковый, ну, измени длительности нот, добавь паузы. Была у тебя фраза из четырех нот быстрых, сделай фразу из двух нот медленных, сделай фразу не в сильную долю. Были эти фразы у тебя одинаковые по звукоизвлечению? Ну, измени звукоизвлечение, сделай акценты где-то нотки потише, где-то погромче. Одни и те же ноты ты играешь, там по пентатонике гоняешь. Ну, нажми какую-нибудь ноту не из пентатоники. Ну, обозначь себе как критик пути. То есть, сказал плохо, но работай над этим, над этим, над этим. Вот и все. Нет, ну, это банальная мысль. То есть, типа, просто, типа, да, типа, пойми проблему и решай ее. Типа, развивайся, учи новые вертушки и все. Ну, это понятно. Для этого уже вопрос твоей воли. Я думал, тут о психологии пойдет речь, что, типа, просто не заморачивайся. То есть, это тебе кажется, что ты всегда одно и то же играешь. Но когда ты играешь перед зрителем, зритель-то не знает тебя. Никто так никого не заморачивается, не слушает, не фанатеет. А если от тебя уже фанатеют настолько, что знают все твои фразы, значит, ты уже добился успеха, значит, ты уже красавчик. А до этого момента никто ничего не запоминает, никакие фразы, никакие... Вот, допустим, Фред, он играет достаточно одни и те же вертушки. И он прям начинает стрим, и он прям т-р-р-эн-т-д-д-эн, вот эту всю свою штуку играет, и это одно и то же. И я прям уже, я это начинаю замечать. То есть, я постоянно, и это даже начинает немножко так, ну, типа, блин, поднадоедать, как бы. Но Фред и в топе. Он и топовый блогер гитарный. То есть, тут надо... То есть, я его... То есть, других, все, кто другие играют будут импровизацию, у них такого эффекта нету, что они играют одно и то же. Потому что ты их не смотришь так много. Вот, как бы, и все. Ну, готов ли ты работать в тех направлениях, которые тебе критик обозначил? Ну, это уже возможность выполнить маленькую задачу, сыграть это соло, сыграть это соло еще раз, и увидеть, что, ну, чуть-чуть менее однообразно стало, и порадоваться. Ну, и тут, понимаете, это все еще не стало шедеврально. И тут ясное дело, что все мы себя критикуем, ну, потому что любой из нас, как слушатель, гораздо более развит, чем как исполнитель. Ну, все мы с детства слушаем качественную музыку, в том или ином смысле качественную. Вот сейчас в Ютубе можно выключить это видео и послушать величайших исполнителей, исполняющих величайшие произведения. Ну, ясен хрен, что мы хуже. Если мы не ощущаем этой разницы, то, наверное, какие-то сложности есть. Потому что это означает, что мы, ну, совсем в эйфории от собственной игры, от пребывания в музыке. Ну, тоже, наверное, это клево. Но в этом перспективе не очень много. И надо понимать, что, ну, я невеликий исполнитель, и произведение мое, оно, наверное, невеликое с точки зрения авторства. Нужно понимать, чего от себя ждали. Да, как педагог, когда к нему приходит ребенок, а мы в музыке, если учимся, мы дети, он не бьет указкой ему по балде за то, что ты что-то никак погони не сыграл. Педагог понимает, что этот ребенок, ну, в целом, в его возрасте, в его уровне развития способен вот примерно на это. Дам ему вот такую пьесу и буду ругать его вот за эти вещи, а не просто говорить, что это полная лажа. Все это было очень плохо. Так что просто грустить, что вы что-то сделали не так, не надо. И это касается всего. Если вы сводили песню, и все плохо, но разберитесь, что конкретно плохо. Какие-то заметьте вещи и ищите пути решения. И важный момент, сейчас немножко философия эзотерики, вы уж простите, но это то, к чему я прихожу на основании собственного опыта и наблюдая за... Немножко скажу так, какой-то мальноватый видос, то есть он такой, как бы, послушать можно, как бы самому подумать, поанализировать, но что-то какой-то конкретной мысли, типа просто не грустите от того, что вы что-то плохо делаете, а просто подумайте над этим и развивайтесь. Вот в одном предложении смысл всего пока сказанного. Другими людьми, в том числе близкими. Вот это вот самобичевание, оно же никуда не девается от того, что мы становимся лучше. То есть у него какая-то там есть природа психологическая, уж не знаю, в детстве нас там недолюбили, перелюбили им не по тому месту или не тем местом били. Это... в этом не разбираюсь. Но в конце концов, понимаете, есть человек счастливый, которому плохо, которому может быть часто плохо, но в целом этот человек, как бы, счастливый, но сейчас плохой период, а бывает человек несчастный, вот просто по сути несчастный, и ему можно дать вот это, ему можно денег дать, ему можно дать отношения какие-то по первости хорошие, он может научиться что-то делать, он может много чего уметь делать, но если ты несчастлив, вот по сути, да, как стакан у тебя наполовину, не знаю, разбитый, то все тебе будет плохо. По-любому все будет плохо. И нужно просто внутри себя дать себе не просто хотеть, хочу быть счастливым. Нужно реально решить, что никто за меня счастливым не станет. Только сам я могу сделать себе хорошо, потому что... Ну, так, короче, это вот эти все мысли, а-ля псевдо... психология. Я так скажу, что если есть... Вот, допустим, меня несчастным делает, как бы чаще всего, от чего у меня складывается депрессия. Я уже заметил, это только связанное с деньгами. Почему? Потому что деньги в нашем мире это все. Это не просто деньги, что вот я денег хочу. А то, что просто ты понимаешь, что если у тебя, допустим, раз, зуб заболел, и у тебя сразу мысли. Так, а если у меня, допустим, сейчас передний зуб выпадет, мне надо его будет вставить, а сколько будет это стоить? Это будет стоить 70 тысяч. Ага. А 70 тысяч это... У меня даже на карте столько, грубо говоря, нету. То есть это просто зуб. А если что-то посерьезней, а если тебе... Вот сейчас машина сломалась, встала и больше не поедет, движок стуканул, допустим, да? А я... Ну, машина для меня очень важна для моей деятельности, да? Потому что я живу в области, мне надо ездить на репетиции в Москву, это репетиции ночью. То есть это по-любому надо что-то будет мутить как-то, это все сложно, поэтому нужно будет где-то брать машину. Опять же, нет денег. То есть ты переживаешь о своей несостоятельности. То есть нужна будет какая-то... Ну, то есть на все нужны как бы бабки, да? И то, что у тебя нет стабильного дохода, что у тебя нету стабильной какой-то уверенности в завтрашнем дне, да, что будет. А чем ты стареет, тем меньше ты востребован, соответственно, тем меньше возможности у тебя вообще в принципе заработать, да? Допустим, вот сейчас концертов нет, появляется депрессия. Типа денег меньше будет, все, опять, что делать, что делать, да? Там на стрим раз, там, ты делаешь стрим, тебе надонатили мало на стриме, такой, блин, все, теперь никогда не надонатят, теперь опять же денег нет, опять ты переживаешь, и опять депрессия наступает, да? Это нормальная депрессия. То есть это у большинства людей она такая. И она как бы лечится просто успехом. То есть ты, грубо говоря, ну, грубо говоря, деньгами она лечится. То есть ты начинаешь больше зарабатывать, да? Успешнее становишься, начинаешь больше зарабатывать, и у тебя проходит вот это вот чувство. И ты начинаешь радоваться, быть веселым, типа все классно, там, раз, там. А если у человека именно депрессия и вот эта вот грусть и вот это все, что все плохо, то есть то, что он несчастлив, да? Независимо ни от чего, это просто болезнь уже. Это психотерапевты ставят диагнозы, и это болезнь. У меня есть знакомый друг, вот, у которого Мерседес, у которого квартира в Москве, у которого есть деньги, он может не работать вообще, вот, и у него все будет. Он, собственно, и там, я не знаю, он работает сейчас, но он долгое время не работал. Короче, у него все есть, вот, и он просто постоянно грустит. Ну, я не знаю, как сейчас, я давненько его не видел, но раньше было постоянно так, что он постоянно, ну, так вот, достаточно грустным был челом. Вот. Это, понимаете, это уже другая фишка. Это другая фишка. Это уже как типа болезнь. И нельзя просто так сказать. Ну, типа, я могу ему сказать, слушай, ну, типа, за тебя же никто счастливым, типа, не станет, ну, не сделает тебя счастливым. Ну, стань просто сам счастливым. Ну, сам позабойся об этом. Он такой, а как, типа, как я стану счастливым? Смысла жизни никого я не вижу, просто прозябаю тут. Какого-то занятия мне нет интересного, мне ничего особо не нравится, заниматься ничем особо не охота. Типа, ну, в игрушечки на компе играть можно, ну, типа, все какой-то отстой, все грустно. И ты такой, типа, такой слушаешь его и такой, ну, в целом-то ты прав. Действительно. Действительно. Никаких просто позитивных моментов-то в этом всем нету. Все бессмысленно, глупо, непонятно и как бы... И еще погода хреновая за окном. К тому же, если ты в Москве, например, живешь. Так что это странное, странное. Это же состояние, оно откликается, конечно, на внешний мир, но все-таки оно внутри. Ну, все мы знаем людей там богатых, но несчастных или не таких уж богатых. Вот это тоже. Все мы знаем богатых людей, но несчастных. Да мало таких людей мы знаем. Вот кого я не посмотрю, я не вижу, кто... Мне кажется, богатые, несчастные, не знаю, кто ничем не занимается. Если человек ведет какую-то деятельность... Вот Тимати, что, он прям несчастлив? Нет. Он просто работает, занимается деятельностью. Еще баста, несчастлив нет. Да кто богатый, кто? Вот приведите мне примеры, кто богатый и такой прям вообще несчастливый человек. Кто? Может быть, Шнур, может быть, Невзоров, может быть, какие-то депутаты, они все грустные ходят. Нет. Нет. Тихо вполне себе счастливых. И нужно держать в этом направлении курс. Нужно понимать, что... И уж все-таки богатым и несчастным быть лучше, чем несчастным еще и бедным. В конце концов, я буду радость от музыки получать не тогда, когда вот научусь вот это играть, научусь то играть. А когда я решу, что я занимаюсь музыкой ради радости, и я готов получать маленькие крупицы радости от своих маленьких достижений, которые только со временем сложатся в какую-то большую радость от того, что больше преодолен путь. И если у вас никак не получается на это настроиться, значит, нужно обратиться к тому, кто вам поможет. Это никак нифига не постыдно. Я сам тоже ходил на психотерапию. Мне очень помогло настроить свой тонкий душевный мир, вот этот вот вычурный. Это тоже инструмент. Наша башка – сложная хрень, сложнее, чем гитара. И ее зачастую эксплуатировали в неправильных условиях. Ну, кстати, я бы сказал, что у некоторых комментаторов под моим видео башка точно проще, чем гитара. Это вот на 100%. Держали там на холодном балконе, неправильно на ней играли, били ей, короче, и тому подобное. Вполне могло что-то пойти не так, сломаться чего-то. И если сломалось до такой степени, что необходимые механизмы не работают, не строят какой-то лад, что-то струны нет, порвалась, то нужно идти к мастеру. Это совершенно нормально. Есть ребята, которые вот эти вот там… То есть видео о том, что нужно идти к психологу, что-ли? Что за бред вообще? Подклеивают какие-то дырочки, зашивают и тому подобное. Помогите себе и будьте счастливы. Ядрите вас, раскудрите. До встречи в следующих видео. Пока. Ну, окей, пока, но достаточно странное видео на канале Зелкова. Вот он сто пудов думал, выкладывать это видео или нет. И потом решил, да, выложу, пофиг, будь что будет. Что у него там? 3000 просмотров. Ну, видео выложено сегодня. Ну, в общем-то, ребят, даже не знаю, просуждали тут на все темы, на философию с музыкой, как будто бы и не связано особо видео было. В общем-то, как-то так. В общем, пишите свои мысли в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите на мои стримы, они сейчас проходят на втором канале, на стримовом. Ссылка, естественно, есть в описании. Всем хорошего настроения. Пока.